это день города в студии максим васильев здравствуйте главные темы дня северка почти все настало время первомайского в рязани уточнили схемы движения на время ремонта фиктивная ответственность уголовное дело по свалке в турлатова ушло в суд поминая иоанна предтича православные отметили особенный день к середине июля мы снизим напряженность на ремонтируемом участке северной окружной дороги заявил министр транспорта рязанской области павел супрун по его словам все идет по графику весь основной объем работы уже перевалил экватор ремонтники завершат его до середины июля общая стоимость проекта напомню вместе с разработкой проектно-смертной документации 755 миллионов рублей срок завершения контракта 1 ноября строительная готовность объекта составляет 65 процентов настоящее время продолжаются работы по устройству земляного полотна регенерации устройства асфальтобетонного покрытия как и докладывал вам ранее до середины июля выполним работы по устройству верхнего слоя покрытия по основному ходу работ а уже завтра в рязани перекроет первомайский проспект для капитального ремонта участков магистральных теплосетей на сайте городской мэрии опубликована новая схема дорожной развязки и так движение для частного транспорта от перекрестка с вокзальной улицы до перекрестка с улицы дзержинского будет закрыта там разрешено будет ездить только автобусом по специально обозначенным крайним полосам движения в сторону московского шоссе на время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки сегодня в следственном комитете прокомментировали слова губернатора павла молкова о том что уголовное дело по нарушениям на свалке в турлатово направлено в суд доказательства как считают сыщики собраны железобетонные называть это место в турлатово полигоном изначально неправильно говорят следователи вообще здесь раньше располагались гидротехнические сооружения заводом химволокно уже после ликвидации завода все в том числе и водоохранные сооружения перешли в частные руки и в дальнейшем в период фактически с 2008 года по 2022 год данные сооружения используются как полигоны для накопления различных видов отхода не именно для чего не создавались а именно как полигоны то есть превратились фактически в свалку по информации сми с 2006 года собственник этой свалки сменился больше 15 раз в 2019 на место выезжала рязанская межрайона природоохранная прокуратура на территории свалки сотрудники ведомства зафиксировали наличие твердых коммунальных отходов третьего и четвертого класса опасности тогда же вынесли постановление возбуждение производства за нарушение санитарно-эпидемиологических требований а уже в августе 19 на территории случился пожар и горело тут по сообщениям сми аж две с половиной недели спустя год 10 июня вступила в силу решения московского районного суда города рязани которая запрещала деятельность одной из организаций плюс предстояло освободить территорию шлама накопителя площадью больше десяти с половиной тысяч квадратных метров в районе турлатова руководители данной организации данные решения игнорировали не выполняли кроме того они переоформили данное сооружение заключали фиктивные сделки якобы продавая это отходы фиктивная фирма в москве незаконно учредили юридическое лицо которые ну собственно к тому за денежные вознаграждения фактически не знал что происходит соответственно фиктивные договора были составлены якобы эти отходы были проданы следователи говорят что всю свою ответственность по выполнению решения суда собственник фактически перенес на фиктивной организации в процессе расследования все эти факты были установлены сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу руководителя предприятия обвиняют в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда максимальное наказание по статье до двух лет лишения свободы на саму же территорию шлама накопителя наложен арест деятельность на полигоне запрещена также там посменно дежурит наряд полиции во избежание неприятных инцидентов точку в еще одной резонансной истории закрытие мусорного полигона у местечка зеленина рыбновского района должны поставить после получения результатов экспертизы по закону на нее нужно 120 дней и по истечении этого срока свалку решила рекультивировать эти кадры сняла наша съемочная группа в далеком двадцать первом тогда в зеленина машины ловили в патруле с местными жителями они утверждали что мусор на полигон везут не областной а иногородний в доказательства номера у машин цифра 33 владимирская область директор полигона тогда сказал что автомобиль то рязанский просто фирма машину купила а переоформить не успела водители же проговорились об обратном несколько лет разбирательств проверок и как итог депутатское обращение в межрайонной природоохранной прокуратуры но на особом контроле в декабре прошлого года ведомство провело проверку в настоящий момент завоз отходов на объект прекращен юридическое лицо и его должностное лицо ранее эксплуатировавший полигон приличены к административной ответственности за нарушение требований природоохранного и санитарно-экологического законодательства по материалам природоохранной прокуратуры следственным комитетом расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренным статьей 247 уголовного кодекса российской федерации также прокурор обратился в суд с требованиями запретить администрации рыбновского муниципального района и ооо экологическая коммунальная организация дальнейшую эксплуатацию полигона плюс по иску этот земельный участок нужно также рекультивировать в настоящее время проводится судебная экспертиза 7 июня верующие считают одной из самых примечательных дат в календаре в этот день примерно в 850 году голова иоанна крестителя была найдена и обретена в третий раз сложный период волнения это христианская святыня была скрыта от верующих но патриарху игнатию во время молитвы было указано место в котором хранится голова святыню отыскали она была перенесена в надежное место иоанн креститель известный также как предтеча знаковая фигура как в религии так и в народной культуре согласно писанию именно он крестил христа рождество иоанна предтечи важное событие в картине мира православного человека этому сюжету посвящено немало икон и одна из них древняя и тем еще более впечатляющая представлена в постоянной экспозиции художественного музея это удивительная икона действительно посмотрите какой тонкий колорит плавные линии и утонченность пропорции фигуры позволяет нам отнести авторство к московской иконописной школе изображенная на иконе 16 века секира напоминает об одной из проповедей предтечи всякое дерево не приносящие доброго плода срубают и бросают в огонь чаши с головой иоанна крестителя это предзнаменование его земного пути известно что святой был казнен ему отрубили голову именно этот сюжет встречается в иконописи гораздо чаще его мы видим например на иконе датированной 17 веком библейские сюжеты стали популярны и в живописи прежде всего в итальянской традиции находимся мы у картины написанной венчинцем катеном это современник великого рафаэля 16 век святое семейство традиционная сюжетная линия когда святое семейство представляет иисуса христа его мать марию и ее мужа иосифа но здесь вы видите еще присутствует изображение младенца иоанна крестителя трактовка сюжета такова пока после бегства в египет святое семейство иисус мария и христос отдыхают на берегах нила по преданию иоанна перенесли из пустыни туда ангелом в руке младенца тростниковый крест символизирующий дальнейшую миссию вплетаясь в культуру искусство становясь частью менталитета сюжеты религии остаются неотъемлемым звеном жизни человека марина романюк станислав кудряшов телекомпания город в рязанской области проходит чемпионат мвд россии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу уже завершились индивидуальные соревнования и комбинированные эстафеты среди территориальных органов и образовательных организаций ведомства у рязанцев есть первые успехи для рязанской области всероссийской спартакиады мвд по служебным прикладным видам спорта снова одно из самых ярких и масштабных событий этого лета на чемпионат приехало более 600 полицейских из 58 территориальных органов мвд россии со всех уголков страны география от курска до новосибирска рязанский край богат спортивными традициями успехами и до снижениями в турнирах самого высокого уровня наш город вновь выбран местом проведения соревнований которых принимают участие практически все регионы россии в рамках чемпионатов со сотрудники различных подразделений орган внутренних дел продемонстрируют стойкость выносливость безупречную физическую подготовку и профессиональные навыки владения и применения огнестрельным оружием летний биатлон и кросс по пересеченной местности это конечно дисциплины скорее не про зрелищность а про выносливость при этом у силовиков есть свои заслуженные мастера как у мужчин так и у женщин призер кубка россии неоднократный победитель молодежных перерос страны светлана дорофеева рязанка светлана дорофеева в итоге приносит хозяевам соревнований первую медаль бронзовую у мужчин доминируют представители татарстана но впереди еще и стафета где у рязанской четверки тоже есть все шансы на пьедестал и в непростой борьбе они все-таки получают право на него взойти это подожди высочайший результат 10 54 и 6 опытный алексей колитонов завершает усилия рязанской команды она становится бронзовой весь чемпионат пройдет за пять дней впереди у команд служебный биатлон снова кросс по пересеченной местности но уже со стрельбой из пистолета макарова на двух огневых рубежах по итогам состязания лучших назовут не только в командам но и в личном первенстве по каждому виду программы салучи есть родник известным многим рязанцам он носит имя троица в источнике нам рассказал смотритель наблюдающий здесь необычное вот уже много лет очереди к роднику можно увидеть в любое время года и в любую погоду красивый пейзаж огромные сосны спокойное течение реки вид на бескрайние луга и даже на пощуповский монастырь здесь просто приятно находиться родник давно зарекомендовал себя многие специально приезжают из областного центра именно за этой водой знаете я уже наверное лет семь сюда ездил не только я один ездил друзья все мои ездят очень замечательная вода прям вообще замечательно вообще пользуемся этой водичкой потому что она святая очень чистая очень вкусно давно не один год лет пять наверно ступеньки удобный подход к воде скамейки так здесь было не всегда благоустройством и бережной заботой за источником много лет занимается георгий смотритель некогда он был профессиональным спортсменом и занимался единоборствами тренировал ребят в том числе тренировки проходили и в солодче в районе лысой горы тогда в начале двухтысячных юрий левин такое имя носил георгий в миру вместе со своими воспитанниками обнаружил этот родник не просто так нашими руками это было все сделано и не только нашими до нас кто-то пытался и вот теперь тоже помогают постепенные шаги к тому чтобы облагородить место и сделать удобным для людей привели к тому что вместе со спортсменами воспитанниками георгий выложил бордюры и решил установить памятный камень чтобы ознаменовать так понравившееся место камень нашелся неподалеку неподъемный но спортсмены собрались силами и покатили к источнику закончили уже далеко за полночь устали присели отдохнуть и в этот миг раздался колокольный перезвон настолько нас это заворожило мы слушаем и думаю ну какая красота такого многозвучия а так как здесь мы были завсегдатые я ребятам даже такую мысль выдал наверное в монастыре появился молодой новый звонарь и вот он какие-то перезвоны разучивает потому что что такая красота никогда не слышал лишь потом мужчинам пришло в голову что звон колоколов ночью это как минимум странно а после пришло осознание что здесь возле родника они втроем встретили праздник святой троицы высеченная на камне надпись сохранила дату день троицы 15 июня 2003 года позднее георгий узнал что 15 июня еще и день рождения святого александра свирского а вокруг родника он стал замечать очень интересные явления видят необычное рядом с источником и другие люди а здесь очень много и люди обнаружили 3 3 3 3 даже тропинки сюда идут 3 со стороны монастыря со стороны лысой горы и вот сверху здесь спуск и как стрелка прям указывает именно на это место да и сам источник состоит из трех родничков которые бьют здесь проходя очищение песками и дарят живительную влагу людям приходящим сюда чудеса или воля божья как говорит о необыкновенных и интересных совпадениях георгий ясно одно когда человек начинает заботиться о природе и любить ее природа отвечает тем же это ли не божественная основа жизни марина комиссарова михаил лазуткин телекомпания город на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках соцсетях всего доброго субтитры подогнал «Симон» «Симон»